Полная готовность. В 115 из 130 избирательных участков Сургута завершилась установка камер видеонаблюдения. Еще на 15 объектах появятся видеорегистраторы с возможностью хранения записей, но без возможности прямой трансляции. Специалисты компании Ростелеком с ноября прошлого года монтируют оборудование в помещениях, где пройдут выборы. Уже сейчас избирательные участки оснащены телекоммуникационными шкафами с электронными устройствами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания. В поле зрения двух компактных IP-камер с широким углом обзора попадают рабочие места членов комиссии со списками избирателей, сейф-пакеты, урны для голосования и зоны итогового подсчета голосов. С 2012 года Ростелеком организует систему видеоконтроля и подсчета голосов выборов всех уровней. Используя самые современные передовые сервисы, богатый опыт компании при реализации масштабных проектов помогает нам обеспечить качественное видеонаблюдение, бесперебойную работу оборудования, а также защиту от хакерских атак. Наличие камер на избирательных участках в настоящее время это уже норма и позволяет обеспечить прозрачность и легитимность самого процесса выборного. Видео с камер будет транслироваться в региональный центр общественного наблюдения и на специальный служебный портал «Наш выбор онлайн». Для передачи и хранения записей специалисты провайдера задействовали новейшие системы, которые уже успели доказать эффективность во время проведения предыдущих выборов и единого государственного экзамена. 386-я участковая избирательная комиссия находится на базе средней общеобразовательной школы номер 19 на Геологической улице и стала финальным объектом, на котором проходил монтаж систем видеонаблюдения. В целом избирательные участки готовы для проведения выборов. Это последние штрихи. Единственное, 14 числа будет проходить монтаж технологического и нового оборудования. И, конечно же, 14-го мы должны будем с сотрудниками Ростелекома провести тестирование на видимость камеры видеонаблюдения. 14-го числа мы освобождаем помещение до 13.00, то есть 13.00 школа должна быть уже свободна. 15-го и 16-го образовательный процесс уже первой и второй смены будет проходить с применением дистанционных технологий.